Всю неделю фонд «Город без наркотиков» работал. Работали совместно с сотрудниками милиции, которые порядочные, слава богу, такие есть. 20 операций. Операции самые разные. Отдельно поработали по Пышме. В основном это притоны в Пышме. Притоны торговли GVH, вот этими курительными смесями. По Пышме ситуация очень тяжелая, потому что Пышма находится на границе Екатеринбурга, окраина. В Пышме все получают зарплаты, потому что там УГМК. И за счет этого в Пышме смертность увеличилась. В прошлом году умерло 16 человек, в этом году 24. Работаем там из-за всей силы, но там какое-то огромное количество притонов. И притоны эти, где варят крокодилы, они возможны только в том случае, где в соседних аптеках торгуют глиносодержащими. И тем людям, которые работают в Пышме, в аптеках, они должны понимать, эти люди, что они убивают своих детей. Каждый притон крокодиловый, во-первых, это вонь. Это невозможно там жить в соседних квартирах. Люди задыхаются от астмы, там у детей пятна. Старики умирают, ну просто невозможно. Мало того, это все пожароопасно всегда. Бензин, ацетон. Ну и соседние с притоном дворы, там, как правило, сотовые телефоны кражи. Для женщин это сережки, цепочки. Ну, детей стараются люди не отпускать. Притон это страшно, это яма. В притонах в основном 27 лет, средний возраст 27 лет, уже все судимые, гниющие, шансов никаких. В основном, конечно, парни, ну и девчонки там же. Несколько притонов в Пышме на улице Казицына, 13-22, разгромили крокодиловый притон. На Сипенко, 22, квартира 1. Вот. На машиностроителей 2-105 в Пышме, то есть несколько притонов. Вот там-то вообще последний притон. Там дети, дети маленькие. Ну, работаем по притонам. Ну, отдельно объехали аптеки, отдельно объехали аптеки, посмотрели. Из 14 аптек на Уралмаше, в Пионерском, 4 аптеки, где продают КДИ на содержащие. Нагло продают, в больших количествах, уже с такими наркоманскими наборами, продают тем, которые скоро погибнут, именно от КДИ на содержащих. Это аптека Пульс на Академической, 13, аптека Фортуна на Комсомольской, 5, аптека Маяк на Победы, 36 и аптека Цитофарма на Победы, 70. Все эти люди предупреждались. Они все видели вот эту брошюру «Русские убивают русских», и тем не менее, они за какие-то свои 3 копейки прибыли, но продолжают убивать наших детей. Ну, я думаю, что сделаем все возможное, просто лицензии отозвать, ну, а это расценивайте, как обращение фонда «Город без наркотиков» в прокуратуру. Очень сложная ситуация по школам. Во многих школах начали торговать салями, джавиашами, это вот это дерьмо, которое идет из Китая. Причем начинают торговать с 15 лет. 146-я школа, ну, один из таких рассадников, 146-я школа в Пионерском, 76-я школа в Октябрьском районе, 62-я школа, 7-я школа. Торгуют с 8-го класса, начиная, расценивают это, видимо, как игру, но если у тебя ребенок учится в этой школе, я думаю, что тебе не легче от того, что кто-то из одноклассников играет в наркоторговцев. Вот, поэтому, ну, смотрите за своими детьми, и мы со своей стороны сейчас объедем все школы, где известны такие случаи. И я думаю, что сейчас на самом высоком уровне просто доложим обстановку, составим справку, потому что это торговля джавиашами, это просто беда. Что еще тут сказать? Подряд несколько операций, они продолжаются. Значит, сегодня будем готовить обращение в прокуратуру. Работали с Тагилстроевскими в Нижнем Тагиле. И когда задержали бегунка, ну, скажем так, раба одной наркоторговки по фамилии Шишкова, долго очень готовились документы на обыск. Цыгане очень известные, то есть от них там кормится много милицейских в Нижнем Тагиле. В цыгане Шишковы там мать, две дочери. Очень сложно каждый раз их закрывать. Сумасшедшее противодействие в правоохранительных органах, когда этих цыган касается. И обыск оформляли долго, а когда приехали к цыганам Шишковым на обыск, там уже ждал адвокат, дома было все чисто, прибрано. И у нас есть все основания считать, что цыган о возможном обыске предупредил один из замов, начальника Тагилстроевской милиции. Поэтому мы сейчас подбиваем всю информацию и будем обращаться в прокуратуру, ну, чтобы просто не быть новословными. Вот, ну и все, пожалуй, что. Ну, так вот работали. Основная работа – это притоны. Цыганку задержали с героином, который раньше уже задерживали. Обезвредили несколько таких молодежных сетей по торговле GVH. Рейды сделали по аптекам, по школам прокатились. Ну, есть что рассказать. Будем отчитываться. Давайте, удачи вам, спасибо. И еще, все, кто здесь у нас живут, знают пейджер 002 абонент без наркотиков. Скидывайте информацию, не ленитесь. Ну, а для жителей других регионов телефон страны без наркотиков 8-953-400-953. Ну, и помните все. Все, что сами не сделаем, за нас никто не сделает. Мы не имеем права бояться, потому что это наша страна, и нам отступать отсюда некуда. Мы просто обязаны как-то сопротивляться и побеждать. Все. Все. Продолжение следует...